Значит, общее отношение, но есть как бы общая линия, она такая, она лучше всего, как от Маймонида еще. Эта точка зрения такая, что христианство, как и ислам, кстати, призваны нести ценности определенные, которые они взяли из иудаизма человечеству. Иудаизм не умеет или не умеет на последнее время и разговаривает с человечеством напрямую. Поэтому иудаизм может взять с неба, но не может передать. А христианство берет из аутраизма, но передает. И это и различие функций. Поэтому можно, конечно, сказать, что дочерняя религия, но это ничего не объяснит. Про молотера? Ну да, это более правильно, с моей точки зрения, с моей точки зрения. Правильное соотношение это отношение Моисея и Ророда. То есть иудаизм это Моисея, как христианство, это Алан. Тот, кто может сказать. Кто может сказать, да. Моисей косноязычеет. Это означает, что когда евреи начинают разговаривать с чечеством, то есть, что пласт не понимает. Игрей так, вот, таким языком говорят, что большинство через ахручевает. А христианство говорит так, что чечество понимает. Но с другой стороны, Моисей может учить с неба, но не может сказать. А Алан может улучшить с неба, он может учить у Моисея. Но то он может сказать. И вот это, мне кажется, является, с моей точки зрения, является наиболее правильным пониманием отношения. Я хочу сказать еще, что вообще отношение иудаизма к христианству, например, может проследить от Маймонида. Маймонида – это 12-й век, который сказал так, что благодаря христианству, исламу, человечество восприняло вещи, восприняло мантеизм, восприняло отношения к Богу, которого бы иначе не было у человечества. И в этом, конечно, огромная позитивная сила христианства и ислама, которую иудаизм, безусловно, признает. Продолжение следует...